Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить о монете XRP, что делать, продавать, покупать, либо накапливать. Также немного поговорим о биткоине, эфире и о разных стратегиях. Ну что ж, начинаем с монеты XRP. Сейчас многие задают вопрос, стоит ли фиксировать сейчас, поскольку монета достигла цены 1 доллара. Кто не помнит, совсем недавно, месяца, наверное, 2 назад, стоила она 0.24, 0.25, 0.27. Я покупал монетку XRP частями, покупал по 0.25, 0.26, также покупал по 0.5 и по 0.71. Это была самая дорогая моя покупка на данный момент. А, и выставил ордер еще по 0.9, если она вдруг просядет. Но на данный момент средняя цена покупки у меня это 0.33, если не ошибаюсь. То есть вот такая у меня средняя цена покупки. И сейчас у меня идет плюс 200% чисто на пассиве, ничего не делая, то есть за счет роста криптовалюты XRP. Что делать, покупать, продавать или накапливать? Что делать вам? Я указывать не буду, но чисто скажу свое мнение и что буду делать лично я. Все альткоины, криптовалюты, что я покупаю, я нацеленно буду держать большинство из них в долгосрочной перспективе, так как у меня есть источники дохода, которые мне приносят доллар. А потом часть своего заработка я инвестирую в криптовалюты. Если брать именно XRP, то сейчас куча позитивных новостей. Жду его по 2, по 3, а то и по 5 долларов. Но прогнозирует, смотрел только что видеоролики, смотрел новости, прогнозирует сперва 10 долларов XRP, а потом и 100. То есть не знаю, верить, не верить и так дальше, но как вижу, монетка очень перспективная. То есть думаю, смысл есть поднакопить и держать в долгосрок. Да, у каждого разные стратегии. Кто-то хочет сделать X2, кто-то хочет X3. То есть некоторые люди в это не верят, таким не занимаются. Но лично я держу, буду держать XRP в долгосрок, буду накапливать. Дальше по биткоину и эфиру. Продолжаю покупать биток и эфир по 100 долларов каждую неделю. То есть сейчас тоже цель накопить этих монет. Так как вот данная ситуация показала, что надо покупать криптовалюту. Будем покупать и также держать в долгосрок. Так как в дальнейшем крипта может стоить тот же биткоин и 100 тысяч долларов, и 200, и 300. То есть, как видите, стоила она раньше и 19, 2 года назад. Потом все обвалилось. Теперь стоит биток 50, почти 60. Да, не спорю. Биток, эфир и вся вообще криптовалюта, все альткоины рано или поздно просядут. Возможно, это будет вообще очень сильная просадка. То есть и биток до 30, до 40, либо до 20 и так далее. Просадка будет, это будет еще одна дополнительная возможность закупиться, если она будет, либо когда она будет. Да, еще раз повторюсь, я думаю, многие заметили, какие перспективы есть в криптовалюте. Да, и в общем, эфир и биток я, кроме того, что покупаю каждую неделю, я его еще и накапливаю в фондах. То есть, кроме того, что у меня просто есть криптовалюта, она еще и дополнительно на меня работает. И каждую неделю, либо каждый месяц я получаю еще и дополнительные монеты эфира и монеты биткоина. Что тоже идет хорошим бонусом. То есть, не просто держит, бездельничает монетки, а еще и работает. Да, ребят, в общем, еще у меня есть много разных альткоин, ну как много, там где-то, возможно, до 10 монет не считал. Да, и в предыдущем ролике я показал, какие у меня, кстати, монеты, но совсем недавно, вчера или позавчера, я еще докупил несколько монет, о которых рассказал в своем телеграм-канале. Показал, какие монетки покупал. Телеграм-канал мой есть в описании под данным видеороликом, можете зайти и посмотреть. Монеты покупаю на свободу и для себя суммы. На некоторые по сигналам ставлю сразу ордера на продажу, там, x2, x3. Но, в общем, покупаю, так как сейчас уже намечается альткоин сезон. Да, некоторые думают, что он наступил, но общался с людьми, которые работают в данной сфере уже довольно-таки давно, и говорят, что он еще не начался. Но некоторые монетки уже начали стрелять. Это Vero X, больше 6000% и другие разные монетки. Но сейчас мы ждем, так скажем, выстрелов по XRP. Также есть монетка Lid у меня. Ну, короче, будем смотреть, будем холдить, а там посмотрим. Да, ребят, и небольшой совет. Не заходите в криптовалютный рынок на всю котлету и покупайте крипту частями. Потому что сегодня рынок зеленый, мы в плюсе. Завтра вдруг все может обвалиться, и если нам понадобится тот же доллар, криптовалюту в доллар будет обменивать достаточно больно. Поэтому покупаем на небольшую часть своего капитала и накапливаем. Ну, это уже у кого какая цель. Да, на этом с вами буду прощаться. Если видеоролик был полезным и интересным, то прожимай лайк, подписывайся на канал. И всем до скорых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok